Добрый день, уважаемые коллеги! Это Ниволумаб, Пембролизумаб, и два месяца назад был зарегистрирован первый отечественное антипедиантитело, препарат Пролголемаб. Зарегистрирована первая и единственная пока иммуно-онкологическая комбинация и Пелемумаба, и Ниволумаба. И зарегистрированы две комбинации таргетных препаратов, это Даброфенип и Траметенип и Вимурофенип и Кобеметенип. Поэтому все остальные новые препараты и новые комбинации, о которых я буду говорить, важно обратить внимание, что они на сегодняшний день в нашей стране не зарегистрированы. А вот использование современных возможностей в лечении меланомы мы очень хорошо видим на этом графике и видим, каким драматическим образом, я бы сказала, изменилась общая выживаемость пациентов. Такой резкий скачок произошел вначале с использованием таргетных препаратов, затем новый вклад в отдаленную выживаемость, уже добавили иммуно-онкологические препараты. И на сегодняшний день самое эффективное лечение с точки зрения влияния на отдаленные результаты, на отдаленные показатели общей выживаемости, это иммуно-онкологическая комбинация Ниволумаба и Пембролизумаба. Пожалуйста, следующий слайд. Мы хорошо с вами знаем результаты исследования ЧЕКМЭД-667. Мне хотелось бы только еще раз напомнить эти данные. Комбинированная иммунотерапия дает нам 58% объективных ответов. У 22% пациентов регистрируются полные ответы на лечение. Длительность объективного ответа не достигнута ни на комбинированной иммунотерапии, ни на монорежиме Ниволумаба. И это существенно отличает ответы на иммунотерапию от тех ответов, которые достигаются на таргетной терапии. Медиана выживаемости без прогрессирования составляет 11 месяцев. Но мы видим, что больше 35% пациентов 5 лет переживают от момента начала терапии, не имея прогрессирования заболевания. Ну и если говорить о показателях общей выживаемости, то медиана через 5 лет общей выживаемости так и не была достигнута в комбинированной группе. И 5 лет пережило 52% пациентов. В монорежиме Ниволумаба это чуть меньшее количество, но тем не менее больше 40% пациентов пережили 5 лет. Ну в чем основная проблема? Помимо того, что тем не менее, несмотря на такую высокую эффективность, все-таки мы видим, что примерно у 40% пациентов рефрактерны, даже комбинированной иммунотерапии. И у части пациентов тоже развивается прогрессирование. Но основная проблема это, конечно, переносимость. Частота выраженных нежелательных явлений на комбинированной иммунотерапии составляет 59%. В этом плане, конечно, монорежимы антипедиантитела, в частности, Ниволумаба в этом исследовании продемонстрировали значительно более лучшие показатели переносимости. Пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь, когда мы говорим о том, что не достигнута медианодлительность ответа, ну такой немножко расплывчатый термин. А вот здесь очень хорошо видно, что же происходит с пациентами на фоне иммунотерапии, которые достигают полного или частичного ответа. Вот хочу обратить внимание, верхние кривые на этих двух графиках – это выживаемость без прогрессирования для тех пациентов, которые достигли полного ответа на комбинированном режиме и на монорежиме Ниволумаба. Мы видим, что подавляющее большинство пациентов не прогрессируют в течение пяти лет от момента начала терапии. Причем интересно отметить, что по длительности и ответы, достигнутые на комбинированной иммунотерапии и ответы, достигнутые на монорежиме Ниволумаба, длительность их примерно одинаковая. То есть через пять лет без прогрессирования находится 80% пациентов. При достижении частичного ответа мы видим, что большая вероятность развития прогрессии болезни при регистрации частичного ответа, но и медиана длительности этого ответа также существенно не различалась между комбинированной группой и группой Ниволумаба. Это 22-27 месяцев, но все-таки большая часть больных, больше половины пациентов, через пять лет у них развивается прогрессирование. Это еще раз нам показывает, насколько, вернее, каковы различия между ответами и даже полными ответами, достигнутыми на таргетной терапии. Напомню, что там медиана длительности полного ответа составляет три года. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, от чего мы ждем от новых комбинаций? Ну, мы ждем, с одной стороны, возможного увеличения эффективности, и мы ждем, что эти ответы будут еще более длительные, и надеемся, что все-таки заплатить за это придется меньшей частотой выраженных нежелательных явлений. И первыми и основными кандидатами для комбинаций являются, конечно, таргетные препараты. Мы знаем, что у этих препаратов есть и дополнительные иммуностимулирующие свойства. По крайней мере, сегодня мы знаем, что, как и химиотерапия, таргетные препараты стимулируют экспрессию главного комплекса гистосовместимости и дифференцировочных антигенов. Они стимулируют инфильтрацию опухоли Т-клетками, антигенпрезентирующими клетками. Они стимулируют выброс воспалительных цитокинов, снижают выработку воскулярно-эндотериального фактора роста, снижают инфильтрацию опухоли регуляторными Т-клетками. И вот факт достижения, во-первых, большой частоты ответов и быстрых ответов делает этот вид терапии очень потенциально таким очень интересным для комбинации с иммуно-онкологическими препаратами, которые дают нам длительные ответы. Что получилось на практике? Пожалуйста, следующий слайд. Сегодня огромное количество исследований идет с комбинациями основных двух пар таргетных препаратов Доброфениба и Траметениба и Вимурофениба и Кобеметениба с всеми основными иммуно-онкологическими препаратами, которые мы уже используем сегодня, и новыми для меланомы, в частности, отеза лизумаб, спарта лизумаб и некоторые другие. Здесь лишь очень небольшой перечень таких исследований. Они находятся на разных этапах клинических исследований. Но мне бы хотелось обратить внимание, что все-таки стандартная комбинация таргетных препаратов, берафомек-ингибиторов актуальна только для половины пациентов с меланомой. А что же, какие потенциально у нас могут быть новые возможности для лечения других пациентов, у которых нет активирующих бераф-мутацию, активирующих бераф-мутацию. Для этих пациентов тоже проводятся специальные клинические исследования. И, в частности, об одном из них мы сегодня поговорим. Это комбинация кубиметиниба и отеза лизумаба. Мне бы хотелось обратить внимание, что идут исследования и для других видов меланомы. В частности, проходят первые фазы исследования для метастатической меланомы слизистых оболочек. Здесь изучается такая не совсем для меланомы стандартная комбинация. Это антипидиэль моноклональное антитело и антивиджеев моноклональное антитело биоцизумаб. Результаты ранних исследований... Следующий слайд, пожалуйста. Таких триплетов достаточно обнадёживающие. Ну вот одно из исследований Кино-22, где изучалась комбинация доброфениба, траметиниба и пембролизумаба. Несмотря на то, что по частоте объективных ответов различий между триплетом и дуплетом, так скажем, выявлено не было, но, тем не менее, по длительности медиана и медиана выживаемости без прогрессирования и медиана длительности ответа показались более высокими для триплета. Однако различия между медианами выживаемости без прогрессирования, а это был основной критерий эффективности терапии, вот эти различия клинически были значимы. Мы видим 6 месяцев прибавки у триплета, но статистической значимости эти различия не достигли по дизайну протокола. Ну, посмотрим, сейчас идёт исследование третьей фазы, посмотрим, удастся ли там получить действительно статистически значимое преимущество тройной комбинации. Но надо обратить внимание на переносимость, и частота нежелательных явлений, выраженных нежелательных явлений, и, конечно, у триплета в этом исследовании была значительно более высокая, чем у стандартной нашей двойной комбинации доброфениба и траметиниба. Другое очень интересное исследование, результаты которого, по крайней мере, первой его части, были доложены на АСКО в этом году, исследование называется Комби-Ай, и сейчас идёт третья фаза этого исследования. Ну, вот первые результаты продемонстрировали очень высокую частоту объективного ответа, 78%. Пока ни один другой режим терапии, используемый при метастатической меланоме, такой частоты объективного ответа не продемонстрировал. Ещё хочу обратить внимание вот на эту цифру. 44% пациентов достигли полного ответа на лечение. Ну, понятно, что медиана длительности ответа не была достигнута. Достаточно высокие показатели медианы выживаемости без прогрессирования. Два года, пока данные по общей выживаемости не зрелые, но два года пережили 74% пациентов. В принципе, эта цифра очень сопоставима с цифрой двухгодичной выживаемости, которую даёт нам комбинированная иммунотерапия. Но обратите внимание, частота нежелательных явлений, выраженных нежелательных явлений, 72%. И это, конечно, намного выше, чем частота нежелательных явлений на комбинированной иммунотерапии. Достаточно высокую эффективность эта тройная комбинация продемонстрировала у пациентов с неблагоприятным прогнозом, а именно с повышенным уровнем ЛДГ. Мы знаем, что это тот фактор, который крайне негативно влияет и на стандартную комбинацию берафомиоконгибитора, и на эффективность иммунотерапии. Но вот это исследование также показало очень высокие данные по частоте объективных ответов, 67%, 27% полных ответов, 10 месяцев медианной выживаемости без прогрессирования. То есть первое впечатление по эффективности, оно очень обнадёживает. Мы тоже посмотрим, каковы будут результаты рандомизированного исследования третьей фазы. Но сказать, что мы, используя эту комбинацию, мы улучшаем переносимость терапии, или, по крайней мере, не сильно влияем на эту переносимость, к сожалению, это исследование не позволяет сделать такого вывода. Следующий слайд. А вот не всегда результаты рандомизированных исследований третьей фазы подтверждают первые, обнадёживающие результаты более ранних фаз исследования. Вот в частности, в прошлом году... Так... Виднее, не совсем дата правильная. В прошлом году были представлены результаты комбинации у пациентов, не имеющих бераф мутации. Были представлены результаты комбинированного подхода с использованием антипидиэль-1 моноклонального антитела отезолизумаба и мек-ингибитора кубиметиниба. В качестве сравнения выступал стандартный уже для этой популяции пациентов антипидиэль-антитела пембролизумаб. И несмотря на то, что результаты первой и второй фазы, в общем, были достаточно обнадёживающие, отезолизумаб и в монорежиме демонстрировал эффективность. Но, тем не менее, комбинация не смогла ни увеличить выживаемость без прогрессирования, мы видим сопоставимые показатели, и практически никак не отразилась на общей выживаемости. И по частоте ответа комбинированная терапия, в общем-то, даже несколько проиграла частоте ответов к пембролизумабу в монорежиме. Хочу обратить внимание на более низкие показатели эффективности пембролизумаба в этой популяции пациентов без берафмутации. В общем-то, мы знаем, что в монорежиме антипидиэль-антитела дают нам более высокую эффективность, порядка 40%, что ещё раз всё-таки подтверждает тот факт, что отсутствие берафмутации, скорее всего, является негативным фактором, влияющим и на результаты лечения, и на показатели выживаемости. Пожалуйста, следующий слайд. А вот следующее исследование... Пожалуйста, следующий слайд. А вот следующее исследование третьей фазы, вот здесь были показаны... Ну, оно достигло своей... Выполнило свою основную задачу, которая состояла в том, чтобы продемонстрировать увеличение выживаемости без прогрессирования. Это традиционная популяция пациентов, имеющих берафмутацию, и в ходе этого исследования шло сравнение между триплетом, который входили, вимурофениб, кобиметениб и отезолизумаб, и сравнивалась эта эффективность со стандартной терапией вимурофениба и кобиметениба. При, в общем-то, одинаковой частоте объективных ответов, которая составила 65-66%, и частота полных ответов тоже существенно не отличалась, но исследование продемонстрировало, во-первых, увеличение медиана выживаемости без прогрессирования, и мы видим хорошо это на кривых выживаемости без прогрессирования, при этом расхождение кривых, как это, в общем-то, уже хорошо нам известно, расхождение кривых начинается где-то после седьмого месяца лечения. Вот здесь начинает отчетливо сказываться дополнительный позитивный эффект отезолизумаба. И медиана общей выживаемости, пока данные, вернее, по общей выживаемости не зрелые, но двугодичная общая выживаемость также была выше в группе триплета, и существенно добавка отезолизумаба позволила существенно увеличить медиану длительности ответа с 13 до 21 месяца. Однако переносимость вот этой тройной блокады все-таки оказалась достаточно непростой. По крайней мере, нежелательные явления третьей-четвертой степени были выявлены у 79% пациентов. Ну, таким образом, результаты этого исследования скорее всего позволят зарегистрировать вот такую тройную комбинацию. Однако пока не складывается впечатление, что тройная комбинация каким-то очень существенным преимуществом по отношению к влиянию на общее выживаемое сравнение с комбинированной иммунотерапией обладает. Пожалуйста, следующий слайд. Ну, а сейчас мне бы хотелось уже перейти к другим возможностям. Галина Юрьевна, время уже. Время. Заканчиваю. Пожалуйста, следующий слайд. Так. Здесь еще, вернее, одна интересная комбинация Даброфениба-Трамитиниба-Ниволумаба. Сложная была категория пациентов и рефрактерных, и с метастазами в головной мозг. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Пожалуйста, следующий слайд. Тем не менее, видно, что даже у рефрактерных пациентов к иммунотерапии тройная комбинация может работать. Пожалуйста, следующий слайд. Хотя на сегодня это стандартом не является, но мы видим, что и с метастазами в головной мозг, и без метастазов, и рефракторные, и нерефракторные пациенты. Тройная комбинация в этой популяции пациентов работает. Пожалуйста, следующий слайд. Следующий слайд. Еще одна... Следующий слайд. Ну, просто огромное количество мещений, с которыми могут комбинироваться известные нам иммуно-онкологические препараты. И один из таких препаратов – это фигелированная форма интерлекина-2, препарат с интересными собственными свойствами, пожалуйста, дальше. И интересные результаты комбинации его с неволумабом. У пациентов с метастатической меланомой, пожалуйста, следующий слайд, продемонстрировано. Следующий слайд. Продемонстрировано. И достаточно высокая частота объективных ответов, составившая 53%, и частота полных ответов, хочу обратить внимание, у этой двойной блокады оказалась очень высокая и составила 34%. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас идет медианная выживаемость без прогрессирования не достигнута. Следующий слайд. Это очень хорошая переносимость двойной блокады, несмотря на то, что мы знаем о том, что интерлекин-2 сам, в общем-то, непростой препарат в плане переносимости, но здесь всего лишь у 17% были третьей, четвертой степени нежелательные явления выявлены. Пожалуйста, следующий слайд. Сейчас идет большое рандомизированное исследование. И последний препарат, который тоже сегодня проходит третью фазу клинических исследований, это рилатлимаб. Это новый препарат, который направлен уже на другой рецептор, а именно ЛАК-3, рецептор, снижающий активность Т-клеток. Еще один механизм регуляции Т-клеточного ответа. И экспрессия этого рецептора ответственна за рефракторность коммунотерапии. Пожалуйста, следующий слайд. Для первых исследований была выбрана другая категория пациентов, а именно пациенты, которые прогрессировали на фоне предшествующей иммунотерапии. Пожалуйста, следующий слайд. И несмотря на то, что мы тут видим, в общем-то, очень небольшую частоту объективных ответов, но контроль над заболеванием достигается примерно у половины пациентов. А если рецептор экспрессируется на иммунокомпетентных клетках, то частота контроля над заболеванием достигает 64%. Пожалуйста, следующий слайд. И также эта комбинация продемонстрировала достаточно хорошую переносимость. По крайней мере, нежелательные явления третьей-четвертой степени были выявлены только у 10% пациентов. Пожалуйста, следующий слайд. Ну и в заключении надо сказать, что пока на сегодняшний день единственной зарегистрированной комбинацией является комбинацией пелемумаба и неволумаба. Скорее всего, в ближайшем будущем мы будем иметь новую комбинацию с использованием берафомиек-ингибиторов и антипиди-антителов. Но пока очень сложно сказать, удастся ли этой тройной комбинации победить, увеличить отдаленные результаты, улучшить отдаленные результаты в сравнении с комбинированной, стандартной комбинированной иммунотерапией. Ну и идут очень большое количество интересных исследований с другими мишенями, вернее препаратами, нацелены на другие мишени, которые позволяют нам надеяться на получение в нашей практике и новых иммуно-онкологических комбинаций. Благодарю за внимание.